Привет, Алисе! Привет всем! Привет, Кай! Кай, да, я не забыла, я помню. Я помню, что его зовут Кай. Так, по-моему, она беременна, да, беременна третьим ребенком. Что там у нас? Токсикоз! А какой у нас там счастливый новый ребенок? Нет, где триместр? Второй триместр, через пять часов, рыдает Герда. А где звук? Что происходит? Почему она не рыдает беззвучно? А, вот. Пеленки. Я уже вижу, что у нее пеленки, короче. Ну, не плачь, не надо плакать. Я надеюсь, здесь не так, не виснет ничего. Я потому что только что после Алан Уэйка и я... Я в страшной печали. Я правда в печали. Чего такое? Покормить, может быть, ее? Давай покормим. Я не знаю, как настроить. Я все перепробовала. Я нашла видео, где советуют убрать игровой режим в настройках Windows. Я нашла, значит, что, типа, в производительности поставьте приоритет высокий, типа, и у программы, и у игры, и все, что угодно. И что только не сделайте. Я все сделала, ничего не помогает. Я пробовала все, что только можно. Все бесполезно. Вообще абсолютно... Так, мы нормально? Нормально все. Нам надо помыться и поесть. Я хотела, кстати, поменять, принять ванну. Ничего не помогает, все бесполезно. Я не знаю, что делать. Мне очень понравилась игра. Вот. Но прям... Даже сейчас вот просто... Я, может быть, не знаю... Ну, с 2000... Сейчас я прям хочу посмотреть. А он... Уэйк. В смысле, а что? Почему она у меня не куплена? А, это в стиме, а у меня в этом. Ясно. Ясно. Может быть, надо в стиме купить? Может быть, в стиме версия, которая не будет лагать? Вот. Требования. Виндус... Минимальные требования вообще в Windows XP. Двухъядерный процессор. Видеокарта. Совместимость DirectX 10 и 512 мегабайт видеопамяти. Офигеть просто. А рекомендуем... Вот, рекомендуемые. Windows 7. Четырехъядерный процессор. Ага, ага, ага. Видеокарта с видеопамятью 1 гигабайт и совместимая с DirectX версией 10 и выше. Ну, просто да. Это бред собачий. Я, как и думала, мой компьютер вполне тянет Alan Wake. Даже с лихвой. Сверх, чем с лихвой. Я не знаю, в чем проблема. Получается, значит, проблема именно в записи. Причем я пробовала записывать... Я пыталась записать через бандикам. Чуть-чуть. Но результат абсолютно тот же самый. У нас... Так, где у нас... Кай. Куда это он пошел? А, он с Мишкой играет. Лепетать. Ты что, мать? Не трогай, мать. Что у тебя там... Почему ты злой? Усталость. Опять? Давай мы уложим его спать. Нет, ты сначала сходишь в туалет. А почему у нас темно? А, ты вышла отсюда. Сходи в туалет, а потом мы уложим его спать. Уложить спать Кай, почитать малышу на ночь. Давай почитаем ему на ночь. Вот, да, игра вполне тянет весьма. Не знаю, короче. И через бандикам попыталась. Я уже не знаю, через какую программу можно запись сделать. Что надо попробовать. Но ничего не помогло мне. Ты будешь идти укладывать ребенка спать? А, он играет с Терезой, да? Трицератоп с Терезой, по-моему. Куда ты ее делал? Кай, ты куда Терезу делал? Ну-ка. Как это выглядит? Почитать на ночь. Я, кстати, очень поражена тем, что... Да, вот, вот она что. Ей нужен подход к кровати с обеих сторон. Это прям так глупо, что нельзя поставить... Она ему про монстров читает. Что нельзя поставить кровать вот сюда. Нет, ну можно, как бы, ребенок будет залезать, спокойно спать. Но если выбирать действие, почитать на ночь малышу, то подход нужен обязательно с двух сторон. Потому что, видимо, она садится с этой. Нельзя было сделать так, чтобы она садиться могла с этой. С любой стороны. Зачем так сделали? Хотя, может быть, конечно, это уже поправили. Я не знаю. Но раньше... Так, у нас... Вы что, с нас еще деньги хотите взять, да? У нас... Ну, это плохая идея. У нас нет денег. Я хочу пойти познакомиться к мужику. К одному. Я его поселила в дом. Сейчас мы вот так вот переместимся. Я поселила его... Не в дом. На участок. На пустой участок поселила. Он дома, надеюсь? Да. Это, короче, персонаж... Нет, мы одни пойдем. Персонаж, по-моему, из галереи. Ну, то есть, как бы, из галереи Максис, именно. По-моему, это... Да, он оттуда. Потому что я почти всех жить... Вообще, в принципе, у меня в этом сохранении все, какие есть персонажи, это либо те, кто вот из двойки, например, перекочевали. Я так это... Нашла похожих, кто создавал персонажей. Я нашла похожих. Вот. И поселила их сюда. И в основном поселила всех. Я говорю, кто был в трейлере показан, кто вот... Когда заходишь в игру и начинаешь создавать персонажа, и там очень часто высвечиваются новые персонажи. Ну, прототипы первоначальные. Вот. Это как бы все персонажи. Я их поселила. Нашла их в галерею Максис. Я прочитала их истории. Кстати, у некоторых из них очень классные истории. Кая и Герда были отправлены в... Давай в дружески. В детский сад детишки в надежных руках. Себастьян. Вот. Кстати, мне кажется, он нормально разбавит нашу атмосферу, нашей блондинистой сущности. А почему мы не здороваемся с ним? Вот что сейчас произошло? Объясните мне кто-нибудь. Что произошло? По какой причине она отказалась с ним разговаривать? Я дала задание. В чем дело? Привет, чувак. Здорово. Давай мы вот так вот сделаем. Ничего не вижу. А, со светом еще хуже. Ясно. Поднять настроение. Вот. Я посчитала у некоторых из них очень классные истории. Прям забавные. Там даже любовный треугольник у кого-то есть и все такое прочее. Здравствуйте, Алисия. Не хотите сходить на свидание? Нет, Дэниел, не хотим. Нам нужен четвертый уровень навыки обаяния. О, давай похвалим наряд. Ну, пожалуйста, отстань, Дэниел, у тебя жена. Нам тоже надо устраивать свою жизнь. Что-то в этом роде. Кто это бежит? Кто? Не вижу. Негат Гангадзе. Да. А, я вот в прошлый раз начала говорить, я не знаю, договорила. Нет, 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 женщина, не подходи к нам. Спасибо. А, Катрина Гангадзе, или как там ее правильно зовут, который... Ну, что это происходит, да? Вот с какой целью? Я изменила эту семью. Вот, но мне не захотелось удалять их, потому что своего рода они как бы вроде неплохие. Что происходит, да? По-моему, все забаговано в игре. Я не знаю, может, конечно, вытащить всякие там командные центры и прочее. Может быть, конечно, есть вариант такой. Но мне кажется, это бред какой-то. Меня просто преследовать стали баги и лаги. Серьезно. Вообще. И это как бы... Это очень плохо. Я расстроен этим фактом. Рассказать главные новости. По-моему, он безумолку трещит. Мы даже вообще ничего не можем сделать. Достигнуть второй новости. Кай может общаться... Чего он там занимается, Кай? Стоять! Стоять! Это Дон, да? Это Дон. Да, это Дон Лотарио. Надо с ним приветствовать его дружески срочно. Потому что я хочу с ним замутить. И это Дон Лотарио не тот, который есть в игре Sims 4. Это переделанный... Переделанный Дон Лотарио. Я его искала, похожим на вторую часть. Вот он, измененный. А тот Дон Лотарио, который здесь был, который жил с Гангадзе, я, короче, сделала типа вид, что это его папаша. Не помню, как его звать. Но это не важно. Ну, в общем, короче, у нас Дон Лотарио здесь немножко... Подожди! Нет, пожалуйста. Не убегай, прошу тебя. Потом с ним поговоришь. Дон, где я тебя потом буду искать? Дон, остановись, пожалуйста. Остановись, мужчина! Что ты будешь делать? Чуть машина не сбила. Беременная женщина тебя зовет. Ты что, серьезно? Ты можешь остановиться? Да что такое? Остановись! Давай, Алися, догоняй его! Есть! От меня так просто не уйдешь. На охоту вышла черная вдова. Кстати, есть такой челлендж. Черная вдова. Там вроде как нужно заводить мужиков и убивать их. Что-то тут вроде... Кто это? Кто бежит? А, нет. Мы тебя... Угу. Так. Узнать, как прошел день. Давайте узнаем, как прошел день. Вы смотрите, сплошь наши мужики тут входят. По-моему, все подлагало, да? Да в смысле? Да ну... За что? Так, а этот здесь стоит. Давай с ним будем общаться. Искренний комплимент. Давай, да. Давай так. Женщины, не сбейте! Осторожнее на своем велосипеде! Катайтесь тут, как я не знаю! Вообще ужас! А где ты? Очень все тут плохо. Прям так тяжко все идет. Поднять настроение. А, кстати, вот это поднимает там обаяние, да? Тут это... Очки такие выяснили. Очки! Это... Ну, наверное, поднимает обаяние, нет? Че у нас? Ты посмотри, ездят как... Я не знаю, кто это. Консорт Капулетти. Или консорт... Мне кажется, консорт все-таки. Это кто? Скип Брок. Нет. Почему она уходит? Спросить про предпочтения в музыке. Обсудить интерес. Хвалить наряд. Она есть идет, да? А тут где-то есть поесть? Она все время пытается как у седовласой женщины купить еду. Ууу! Кстати, я подумала на том, что можно же в участке... В этих, как... В домах... О, все, отлично! Мы повысили навык. В свойствах участка дома можно... По-моему, добавлять что-то. Плодородие или что-то такое, короче... Можно сейчас поставить плодовитость, чтобы она это... Быстрее рожала чаще двойню, тройню, или что там. Так, а что там еще? Нам, кстати, как долго осталось до выполнения жизненной цели? Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю. Серийный романтик. Мы на третьей стадии. Ууу! Тут нужно достичь шестого на уровне в навыке обаяния. Иметь крепкие романтические отношения с тремя персонажами одновременно. И целоваться с десятью персонажами. Блин, а первые три нам не засчитываются, да? Это не честно. Это в таком случае, там вот где-то вот здесь было три поцелуя. Да. А, совершить первый поцелуй три раза. Это знаете, что получается? Это нам нужно как минимум тринадцать персонажей поцеловать. Тринадцать! Ага, ну ладно. Так, иметь крепкие мы с двумя имеем. Вот я говорю, зря я разорвала отношения с этим, с... Как его звать? С Бьерном. Но если бы она не разорвала отношения с Бьерном, мне кажется, у нее бы не получились отношения с... Губительная жара? Чего? Дискомфорт плюс девяносто девять? Персонаж... Остудите его... Переодевайся... Алисия, переодевайся срочно! Ты что в таком виде вышла на улицу? Наряды... Сменить одежду... Срочно! Где там летняя? Вот здесь. Даже не знаю. Давай вот в эту. Куда она идет вообще? Я, кстати, ее хотела переодеть, потому что я вдруг осознала, что создавала ей наряды, ну, не учитывая то, что она будет все время беременна. И некоторые наряды прям, ну, вообще очень недостойны поведения Алисии. Она добрая, и мне кажется, она весьма благородно воспитанная женщина. Несмотря на то, что она делает. Но, в конце концов, она жертва эксперимента, скорее всего. Хотя, возможно, даже не просто... Не какая-то не жертва эксперимента, а просто... Весьма отличная, скажем так, что это? Короче, она повышает генофонд Сим-Сити. Вот, сто процентов. Так и есть, да. Именно. А вот. На этом и порешали. Как далеко надо идти-то, посмотри. Кто это? Кто это идет? Виктор Фэнк. Стоять! Давай с ним тоже. Нет, ладно, давай не будем. Мы в любой момент можем познакомиться с персонажами, просто приехав к ним домой. Мы как нагло это. Будем придерживаться нашей первоначальной позиции, что мы... Она как наглая паучиха, просто самка богомола. Вламывается в дома, соблазняет мужчин, заводит от них детей, а потом бросает их, возвращает обратно с женам. Да, и они страдают по несчастному... страдают от неразделенной любви по Алисии. И все в таком духе. Потребности просто адово падают. А нельзя уже нам что-нибудь купить? Там, кстати, есть в магазине виноград, можно покупать... Не ори. Ты кто? Элеонор Элдербер. Вот, кстати, вот этот вот. Это Дон Лотарио. Да, это Дон Лотарио, который здесь жил. Ну, в смысле, который вот с Гангадзе Катриной и с Ниной Диной. Его теперь зовут Никола Лотарио. Я решила, что он больше похож на отца Дона, чем на Дона. В четверке? Да. В четверке Дон Лотарио больше похож на отца. Ну да, вот так. Никола Лотарио, вот. Но мы с ним не будем от него заводить никого, потому что мы от Дона, скорее всего, заведем детей. А они, в принципе, по внешности-то немного похожи. Хочешь знать, не хочу ли я прийти к нему в гости пообщаться? Нет, не хочу. Не хочу. Не хочу. Совершенно не хочу. Так, нам надо возвращаться домой. Слышишь? Подожди, ты хотел с ним пообщаться. Ну, что ты будешь делать? Как с этим бороться? Так, там 16 минут уже идет. Я не знаю, я стала делать по 35, ну, там, ладно, 40, почти 40 минут серии. Это меньше, чем в остальных моих играх, но мне кажется, это все-таки много для 100 детей. Хотя, с другой стороны, если делать по 15 минут серии, там, какие-нибудь по 20, то это вообще... Это точно на года, на века. Я, кстати, по-моему, не договорила свою мысль в одной из прошлых серий, что... Я видела, что у... Так. Что нам надо? Что у нас с детьми? Герда спит, Кай бегает. Давай, ты будешь спать. Кстати, мы же можем за Кая сами как-то обучаться, да? А Кай тоже идет спать. Все идут спать. Отлично. Прекрасно. Здесь почему-то очень ярко у них в комнате, прям очень ярко. Может быть, поменять им лампу? Вообще, на самом деле, я хотела поменять дом. Проблема в том, что тот дом, который я хочу, вот он стоит 100 тысяч. Я, кстати, не договорила свою мысль про... В общем, сейчас я договорил быстро ту мысль, потом вернусь к этой, к дому. Что такое? Не хотите? Да не хочу! Короче, моя... Ага, нам срочно нужно в туалет. Сейчас, ладно. Я видела, что у людей челленджи 100 детей занимают просто тысячелетия, прям практически на года, на века растягиваются. Я вообще надеюсь, что это не будет растягиваться на года. Ну, по крайней мере, я планирую так. Посмотрим, как пойдет. Я думаю, что, наверное, это связано еще с тем, что люди устают от этого челленджа. Ну, действительно, как бы одно и то же, монотонно рожать, 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 рожать детей. Вот. Но я постараюсь. Может быть, мне хватит фантазии, что-то как-то сделать. Хоть что можно сделать со ста детьми? Можно просто рожать и рожать без устали. Так, ну-ка, помыть надо. Ага, помыли, ребенок орет. Че надо? А Герда плачет. Пеленки. Пеленки, я уже вижу. Пеленки. Вот. Но я постараюсь сделать так, чтобы это было ни на года, ни на века. Вот. А че, кстати, где у нас второе свидетельство о рождении? У нас два должно быть. Вот, два. Я подумала о том, что можно рожать дома, потому что все равно в больнице, если рожать, то там все. Че случилось? Че произошло? Че? Че он хочет? Сердитый. Есть хочет. Так, злость от голода. А у нас нет еды, да? Открыть. У нас нет еды. И, кстати, Алисия тоже хочет есть. А, мы не доготовили, да, возобновить. Вот. Там восемь порций мы же готовить собирались. Пошли, Алисия, срочно приготовим еду. Так, ты не злись. Требуется второй уровень мышления. А как с ним? Давай пока на пирамидку строим. Пока развивай свои навыки. Ну, поначалу очень сложно всегда. Потом полегче. В общем, короче, моя идея была такая, что я постараюсь... Не растягивать на тысячелетия эти 100 детей. Вот. А вторая мысль. Я начала говорить про дом. Тот дом, который я приметила, но получается, что... Я даже не уверена, что он подойдет к 100 детям. Этот дом. Просто он мне понравился. Ну, как бы вроде семейная резиденция, просторная. Все в таком духе. Я просто не очень хорошо строю... Вообще, в принципе, не очень хорошо строю. И потом. Потом поиграешь иди ешь. У меня проблема с тем, чтобы построить... Уходите. Каркас. Вот. У меня не приходит в голову никаких совершенно идей. И, может... Кто это? Кто такой? Вольфган Манч. Че ты стоишь здесь? Ты подросток, ты нам не подходишь. Так. Кай взял еду, да? Да. Че такое? Так. Я... Подпрыгивать под музыку. Слушать поп-музык. А почему здесь поп-музыка играет? Стоп, минуточку. Она же нам это... Не-не-не, подожди. Как переключить? Это же нам это... По-моему, там... Или поп-музыка, или что-то там. Сменить станцию. Давайте. Мне вообще нравится станция. Сейчас, где она? Найду, если найду. Новая волна. Я знаю. Я знаю, какую мы станцию будем слушать. Сейчас другие варианты. Американо-барокко для детей. Жуткая музыка. Хэллоуин же. Так, и давайте мы изменить громкость на негромко. Че-то я ничего не слышу. Ой, нет, плохая музыка. А, может, он нормально. Ладно, пусть играет пока. Вот, короче, дом, который я хочу, он стоит сто, там, тысячи вот этих вот. В общем, я попытаюсь, наверное, может быть, я скачаю, найду какой-нибудь в галерее. Не трожь тарелку, отпусти, женщина. У меня деньги вообще-то с тарелок приходят. Я поищу в галерее, наверное, какой-нибудь дом. Да, просто, наверное, так прямо и в виду, типа, сто детей. Дом там вроде много чего есть, кто строил. Может быть, прекрасные люди построили прекрасный для меня дом. Вот. А может быть, я найду прям что-то прям интересное и смогу что-то свое сделать, копать. А что будет, если мы покопаем? Давай попробуем. Вот. Ну, конечно, хотелось бы мне в тот зеленый дом попытаться в нем пожить. Но, я говорю, сто тысяч, когда мы их заработаем, вообще интересно. Кстати, нам бы зарабатывать надо, а мы даже еще это, ничего толком не сделаем. Кто-то орет, да? Уже орет. Вот, поспать только хотели, а уже Герда орет. А что случилось? Что случилось, моя крошечка? Чего тебе не так? Давай просто пока с ней поговорим. Может, что получится? Нет, давайте сменим станцию на... На другие варианты. Где моя любимая станция? Есть такая станция, прям очень классная. Мне нравится она. А я не вижу, кстати, этой станции. А что, почему? Я слепая, да? Убрали эту станцию, что ли? Да вы что? А я не вижу. На Энн она была полная волна или как-то так? Или не... Я путаю, может быть, что-то? А, может быть, в Нью Эйдже-то она и есть? Ты куда ребенка понесла? Мыть. Хорошо, мой. Ну что случилось? Герда, в чем проблема? Объясни, что тебе не нравится. Тебе что, медведь не нравится? Хорошо, мы поменяем медведя. В чем проблема? Ты почему плачешь? Сейчас мать помоет твоего брата и придет к тебе. Смотри, какой милый слоник у тебя висит. Вот, мать пришла. Ты хоть успела второго ребенка помыть? О, да. Что случилось, моя деточка? Почему ты плачешь? Может, кормить? Давай покормим. В любой непонятной ситуации надо сразу кормить, менять пеленки. Мне кажется, этот шанс нам гарантирует того, что хотя бы у нас не заберут ребенка. Надеюсь. Тебя помыли? Нет, что там по гигиене? Да, по гигиене не домыли. Ладно, сейчас мать придет домой от тебя. Алисия! Корми эту капризулю. И, наверное, мы сейчас... Что он делает? Танцует. Танцует. Смотрите, как он смешно танцует. Тритератопс. Ее зовут, по-моему, у нее и Стимен. Тереза, мне кажется, у нее нет. Куда она пошла? Ей кажется, ее тошнит. Так, давай ты домой купать в ванне Кай. Так, давай побыстрее, 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 побыстрее. Время-то уходит, а мы ничего не сделали. Ой, блин, там вообще все. Опять она орет. Что теперь? Пеленки. Все, сейчас мы моем Кая, меняем пеленки, а Кай идет сам спать. Ложись спать сам. Все, нормально. Сойдет. Сойдет. Короче, что я хотела сказать. Очень тяжело пока поначалу, когда нет денег, нет навыков особых у нее. Потом будет попроще. Но я просто помню, поскольку я уже несколько раз начинала проходить этот челлендж. Я, правда, говорю, дальше первого поколения, вот первого этого, я никогда не уходила. Но, тем не менее, я... Стоять сначала в туалет. А, блин. Почистить. Почистить. И сейчас она быстро сходит в туалет и пойдет быстро спать. Спать, 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 спать. Что за лето такое? Просто постоянно дождь льет. Какое-то странное лето. Все? А почему оно еще? Не хватило, что ли, я не понимаю? А, вот, все теперь. Все, теперь спать. Теперь точно спать. Переодеть я ее хочу, говорю, да, потому что наряды не подходящие для женщин. Что? Кто проснулся? Ну, что случилось? Ну, чего теперь тебе? Надо перестраивать дом. Но у меня нет ни денег, ничего. Ну, может быть, можно просто перепланировку как-то сделать? Потому что ее нужно селить отдельно. Короче, младенцев, это я помню очень хорошо, нужно поселить отдельно, потому что они мешают всем остальным детям просто спать. Вообще мешают адово спать остальным детям. Давай поговорим с ним. У нас даже ничего не поднялось, даже на чуть-чуть. В туалет ей снова надо. По-моему, здесь просто нещадно, нещадно летят потребности. Я даже не понимаю, что вообще надо. Я-то думала, мы будем прокачивать детям навыки до третьего и этого уровня. Да сейчас, прям разбежались. Ага, ничего не получается. Вкачать давай ее. Я не знаю, что ей надо. В чем проблема? Пеленки ей поменяли. Мы ее покормили. Что, ей опять надо есть? Сколько можно? Может, давай ее покормим? Лишним не будет. Надо вырастить, наверное, какой-нибудь жирный обжор. Ой, ну ладно. Это лучше, чем ее заберут с органов соцопеки. Я теряю голос. Кажется, да. Так, ты посмотри, какой танцор диска. Че теперь тебе не так? Че тебе не нравится? Усталость. Ну так иди спи. Все, их надо расселять. Я это очень хорошо помню, что младенцы просто не дают спать остальным детям вообще никак. Они начинают кричать, будить этих. Помимо того, что у детей там еще, по-моему, чудовище из-под кровати вылезает. Это вообще прям страх. На, быстрее беги. Сейчас я посмотрю, сколько там позовет. Так, полчаса почти. Вот серия, в которой не происходит практически ничего. Ничего. Мы даже не завели никаких новых отношений романтических. Кстати, мы могли вызвать его, но у нас сейчас все плохо с потребностями. Прям ужасно. Давай срочно будем спать. Вот. Попытаемся сейчас поднять потребности. Вроде все угомонилось. Герда, Кай уснул. Все прекрасно. Я думаю, может быть, я сейчас не на запись. Нет, не на запись, потому что это стройка на запись. Это у меня здесь... Я буду по 20 лет что-то пытаться сделать. Попытаюсь что-нибудь сделать. Хотя, как можно попытаться, если у нас нет... Ну, посмотри, что происходит. Она, мне кажется, специально это делает. Че она... Теперь пеленки. Адовый ребенок. Просто адовые дети. Мать! Алисия, проснись! Кто поставил над тобой такой жуткий эксперимент? Скажи, кто это сделал? Кто этот недочеловек? Кто этот чудовищный просто создание? Вызывай его сюда. Я просто не знаю, по какой еще причине. Женщина в здравом умеет резюм памяти самостоятельно, без каких-либо... Без какой-либо помощи начнет выращивать кучу-кучу детей. Просто рожать их от разных совершенно людей. Мы, кстати, так и не сфоткались с Бьерном. Давайте, это то, что мы сделаем сейчас. Во-первых, промотаем время. Че он орет? Бодрость. Ну так иди по спине, что ж такое? Иди спать. Герда скоро будет отмечать день рождения. Герда уже будет отмечать день рождения, а мы как бы это... Все плохо, да? Мы не оплатили счета. Ясно. Давай мы оплатим счета. Надо платить счета. Надо поесть срочно. Так. А где здесь? Вот, взять остатки. А мы можем это просто вот сюда перекинуть? Можем! И деньги приходят. Отлично! Что? Ну что ты орешь-то теперь? Ну мы вроде тебя кормили, поили. По-моему, у нас впечаталась мусорка, да? Да, впечаталась. Ладно. Потом поправлю. Короче, все плохо. Все очень плохо. Сейчас сто процентов нам напишут информацию о том, что ваш ребенок голоден, не кормлен, не поет. Вы отвратительная мать, мы забираем вашего ребенка себе. Я не знаю, что ей надо. В чем дело? Просто даже не прошло, по-моему, пара часов, она снова орет. Я, конечно, понимаю, что дети созданы орать, но просто есть порой иногда нормальные дети, а это прям просто неугомонно. Ну что ей надо? Что она орет? Что она возмущается? Она накормлена, напоет-то. Пеленки у нее поменены. Утихомирь ее. Это новая опция испруга функции. Ну как, она уже не новая? Не трожь тарелку, положи тарелку на место. Из-за того, что ты чистюля, она, блин, мует тарелки сама. Вот так вот, да. Отлично. А ты что тут намусорил? Что тебе надо? Чего тебе надо, маленькая девка? А что он плачет? Боязнь, гроз. Весь в мать, весь в мать. Злость от голода. Нет, это все, это... Короче, беда, полная беда. Отстань! Как, как, как тут? Можно его как-то ободрить, да? Нет? Дружелюбное действие. Вот, успокоить, наверное. Брось, брось ребенка. Все, она уже довольна. Кажется, ей не хватало общения. Все, 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 вот. Успокой. У нас тут малыш. Так, открыть... А где этот вариант? Было же вариант открыть. Вот. В самый кошмарный конец запихнули. Так, вот сейчас мы Каю успокоим. И взять порцию. Что ты делаешь? Зачем ты взяла это? Какая цель преследовала с тобой? Опять в туалет надо? Нет, это кошмар какой-то. Мне кажется, потребности падают просто колоссально быстро. Это как-то неправильно. Прям вот колоссально быстро. Надо срочно вызвать Бьерна. Пригласить на свой участок. Я хочу с ним сфотографироваться. У нас в багаже-то есть этот? Да, есть. Все, отлично. Мы с ним сейчас зафоткаемся, потому что мне нужны все отцы на стену. Дети, кстати, тоже. Мы будем детей тоже фоткать, наверное. Если все прокатит. Так, короче, мне нужно построить какой-нибудь дом. Перестроить хотя бы этот немножко. Имея те деньги, которые мы имеем. Переодеть Алисию. Да, как-то так. А еще так круто стало, что можно в любой момент их вызвать, всех персонажей. Потому что раньше вроде как была такая тема, что звонишь, а он там занят, он на работе, он спит, он ест, еще что-то делает. Короче, кошмар. Полнейший кошмар. Сейчас вроде теперь в любой момент, неважно так стоять, неважно, что там происходит, как бы персонаж работает, не работает. Если ты его позвал, то ты его позвал. По-моему, да. Так, Бьерн. И это круто. Мне это нравится. Меня устраивает. Мы что, на фоне грязи будем, да? Ну, блин, серьезно. Ну, ладно, тут не особо видно вроде, да? Так, вот такую. Может, еще подальше? А нельзя, да, подальше? Это максимум. Так, вот так. Давайте тогда вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Фром. Что-то там фром. Что получилось? Что получилось? Покажи, 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 покажи. Покажи. Нормальное. Нормальное. Так, вот это дороже. Вот это вообще еще дороже. Нормальное. Плохое. Обидно, потому что с Джеффри, по-моему, у нас вообще получилось. По-моему, да, вот. Превосходное, да. Ну, ладно, ничего страшного. Нормальное тоже сойдет. Главное, к моменту, когда детей надо будет фоткать, чтобы она прокачала свой навык. Так, это добавить. Нет, поворачивать не надо. Добавить рамку из темного дерева, да? Да. Все. Давайте мы на этой ноте пока закончим. Ого. Да. На этом заканчиваем. Продолжение следует.